Всем привет! Это последнее испытание равновесия на 65 уровне. Здесь даже пишут, что рекомендуемый уровень 80, но, к сожалению, нет, ребят, я буду проходить. Смотрите, таким составом вместо Даньхена буду использовать Март, потому что нам нужно как можно больше защиты. И это будет Герта, Март, Физика на основного персонажа и Наташа, который будет лечить. Но, по крайней мере, таким составом мы должны как-то справиться. Тут самая главная проблема, скорее всего, это в том, что не хватает выживаемости. Ну что, начнем, наверное, вот с этого. Так, дайте усиление у Герты сделаем, поехали. Опа, и сразу нападаем. Есть, я первый успел. Первый успел, это хорошо. Здесь нет автомата, ребят. Нам придется вручную всех уничтожать. Давайте начнем с этого. Так, у него уязвимость физики. Давайте, поехали. Ну, отлично, хорошее начало. Я, можно было бы поставить, конечно же, Дань Хэна, чтобы была уязвимость у второго босса, ребят. Но я пытался пройти, мне не хватало выживаемости. А Март, она как раз дает эту выживаемость сейчас нам. Поехали. Надеюсь, никто не упадет. Напоминаю, что эти ребята у меня не максимально прокачаны. И эти ребята 4 звезды и 5 звезд. Тех персонажей, которые дают бесплатно всем. Поэтому эти персонажи есть у всех. Вы можете проходить именно таким составом. Следы у них прокачаны не на максимум, напоминаю, ребят. Также. И как и реликвия. Все они, кстати, по-моему, даже не в 80-ом. В 80-ом здесь только 2 персонажа, если не ошибаюсь. Так что потенциал у них очень большой. Можно было бы еще лучше туда прийти. Но я показываю, как можно, каким составом здесь можно пройти. Так. Поехали. Давайте лечение. Неплохо, неплохо. Пока выживаемость есть. Да, Март дается выживаемость, ребят. Я больше всего переживал как раз именно из-за этого. Надеюсь, он не будет никого не вызывать. Мы с этими двумя справимся сейчас. Здесь нет определенного количества циклов. Нам нужно победить именно просто двух противников. Слушайте, а это последнее напоминает испытание. Самое сложное. Все, поехали. Да, конечно, не хватает урона им. Ну, зато выживаемость есть, ребят. Главное, чтобы не погибнуть здесь просто и все. Жесть. И, кстати, уязвимость кольду у них у двух врагов. Поэтому Герта идеально сюда подходит, как и Март, в принципе. Так, защита, ребят, защита, конечно же. Максимальная защита. О, есть. Отлично, поехали. Да, лечение. Аригато. Так, минус один, отлично. Этот больше не помешает. Мне, как и этот, скорее всего, тоже. Надо добить. Они довольно сильно бьют, если что. Так, давайте защита, да. Он еще пытается бить, а? Все, минус, ребят. Все, все. Один на один тебе остается? Точнее, нет, не один-один, четыре против одного. Пусть будет так, лечение. Да, слушайте. Все, здесь можно, в принципе, уже расслабиться, по сути. Просто его добивать. Я чувствую, что у противника урона не хватит явно меня добить. Следующий противник будет самый опасный, потому что у него уязвимости к физике нету. Так, ну, защита, защита, конечно. Надо было на Герту вешать. Он на автомате, видите, совсем не так делает, как хочется. Так, слушайте, мы сможем пройти, я все-таки думаю. Идеально, Марк покажет идеально себя показывает. Не знаю, как будет на втором боссе, но этот, по-моему, проходится очень легко. Да, куда ж ты вешаешь? На Герту надо вешать. Ой, безумец. Ладно, у меня ульта есть. Ух ты, это уже плохо. Так, лечение. Первая льда пошла. Вторая льда. Есть! Очень хорошо идет. Чтобы не злать и давайте, поехали. И... Почему ты всегда на Наташа вешает? Есть. Финиш. Ульту мы, кстати, давайте сохраним. Я думаю, что она нам понадобится после следующего босса. И я не буду пока сейчас использовать. Есть. Одного завалили. Отлично, отлично. Напоминаю, отличный состав, по крайней мере. Все выжили, и теперь начинается самое сложное. Усиление перед этой битвой, конечно, используем для Герты. Есть. Хочешь что-то, какой-то небольшой бонус дает. Опять же, повторюсь, я не помню, можно ли здесь использовать эти еду перед битвой. Я ее, как видите, уже не использую, поэтому... А, он будет их вызывать. Вот это будет битва очень сложная. Уязвимость у него, как видите, есть для Даньхена и для мнимого урона. Но, к сожалению, без Марта, ребята, они не выбирают. Поэтому у меня шансов не было бы в этом случае. Нам нужна защита от Марта, ребят. Вы уже видите, как сложно происходит. Небудь бесконечно, по-моему. Нет, главное мне выживать. Безумие. Так, защита. Наконец-то на Герту повесила, умница. Как же она хороша-то все-таки, а? Так, ну что мы с ним делать? Давайте так, хотя бы. Лечение. Ух ты! Ух ты! Понял? Ульта пошла. Самое время. Ой, ее бы убили бы, кстати, если я не вылечил бы. Так, на себя поставь, пожалуйста. Умница. Так, все работает, работаем, работаем. Включение. Аригатор. Да, этот босс самый сильный. Мы убили самого слабого. Проблема как раз в том, что... Он будет призывать постоянно. Постоянно будет призывать своих приспешников. Ой, отлично. Мы его заморозили. Так. Вообще, ему минусы урона нету какого. Почему? Посмотрите, сколько мы отняли. Это безумие какое-то. Ну, давайте этого добьем. Опять. Жесть, битва. Это жесть, битва просто. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Думаю, здесь его просто один раз пройти, да и забыть, в принципе. Пробить их хоть небольшой есть. А он еще и лечится, получается? Вы серьезно? Я и не смогу его пробить? Тогда, знаете, смотрите, я бы сделал бы так. Вместо все-таки физики взял бы Дань Хэна, чтобы он его пробивал. Да я думаю, что с этим боссом самое проблематичное сражаться. Как вы уже заметили. Поэтому тут с места физики реально Дань Хэна идеально подходит. Если бы немножко пробьем. Нет. Не, он лечится быстрее, наверное, чем... Мы его пробиваем, к сожалению. А, он когда бьет, по-моему, да, лечится. Типа вот этого, да. Не, ну смотрите, есть пробитие небольшое. Да, все-таки Дань Хэна идеально подошел бы здесь, в местной физике. От нашего основного персонажа, имейте в виду. Понимаешь, это только после того, как уже проходишь. Ой, жесть. Его очень сложно бить. Но пробитие есть небольшое. Он не успевает уже лечиться. Да, смотрите, реально пробиваем. Заморозка, если срабатывает, очень хорошо получается. Сейчас не получилось, конечно. Так, понял. Давайте защиту повесим. У него уже нет лечения. Надо же, мы реально сможем его пробить. Есть, хорошо. Я вот хотел переигрывать и Дань Хэна ставить, но нет, смотрите. Дополнительное действие. Ммм, как интересно это получается. Так, защита. А, лечение, зря лечение поставил, конечно. Половина нет уже. Ну ладно тебе. Живем, живем. Сможем пройти, да. Заморозка, если сработает, 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 сработает. Есть! И заморозка сработала. На, отлично пошло все. Так, давайте так. Пробитие есть. Хорошо пошло. Влечение. Рикатуре, рикатуре. Давайте, главное, чтобы не было у него больше этого ничего. Ну, нас оно уже не убивает, но мы его, смотрите, отлично идет. Отлично. Кстати, почему он перестал использовать скилл лечения, вообще непонятно, если что. Близко, 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 ребят, это, да, еще раз напоминаю, что лучшей пачкой была бы все-таки здесь вместо физики взять Дань Хэна, 100%, это вот прям 100%, и у такой пачки можно спокойно пробивать, да, стандартный пачка, ребят, все те персонажи, которые есть у всех, вы уже догадались. Ну, все, это победа. Есть. Я до последнего думал, что не смогу пробить. Но получается, получается. И заморозили еще его. Минус холм. Офигеть, круто. Что, добьем? С этого хода нет. И будет ли финал? Я даже лечить уже перестал, ребят. Есть, отлично. Есть. Конечно же, если вы хотите посмотреть, во что они одеты и как прокачаны, я сейчас покажу вам. Да, это последнее, ребят, испытание равновесия. Мы реально справились с этим. Это отображается как, видите, равновесие номер 6. Последнее на 65 уровне. Больше этого пока что не будет. А, погодите, я ошибаюсь. В настоящее время максимальный уровень освоения 70-й. Да, то есть, освоение достигает. Вы можете выполнить это испытание равновесия на максимальное. Это 65. Эти ребята у меня одеты следующим образом. Герта. 73 уровень, световой 78-й. Вот этот вот конус. Следы 8, 6, 9, 10. Как вы уже поняли, не до конца реликвии, которые одеты. Это вот этот сет до 12. Единственный артефакт до 15, кстати, силу атаки прокачана. Дамочка под названием, именем Наташа. У нас прокачана вот таким, точнее, одета так. Следы прокачаны 8, 5, 6, 9. Где-то там световой конус 80-го уровня. 80-го, соответственно, она сама уровня. Это разрушение 80-й. Пятизвездочный, кстати, конус, который покупается в зале. Забвение. За прохождение. Это не донат. А 80-й уровень. Здесь, кстати, у него на максимум, ребят. Но он почти что нам ничего не помог никак. И март. Это вот такая вот прокачка. Реликвии соответствующие на защиту. Максимум на защиту. У него реликвии, кстати, вот эти, да, на физику одета. Все. Световой конус 70-й. Уровень 4 звезды. Она сама 74-го уровня. Напоминаю, что сюда идеально зашел бы все-таки Дань Хэн. Даже вот с таким 4-звездочным конусом одетым. И прокачанным вот в таком вот варианте место вот физики. Но это, к сожалению, уже я понял только после прохождения. Называем, ребят, подписываться, писать комментарий, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы. Ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Достигнете уровня прохновесия 6. Забираем. Отлично. Увидимся. Пока.